привет друзья с вами саша аргентинов добро пожаловать на мой канал а я продолжаю вас знакомить с аргентиной и сегодня хочу прогуляться вместе с вами по городу резистенции в центре города ну вообще побродить просто по городу показать вам город ну что погнали давайте начнем мы нашу прогулку вот с этой эмблематической статуи как бы символ города резистенции но еще здесь можно обозревать памятник президенту хуан доминго перрон и евы перрон и вита и предлагаю пройтись по пешеходной улице сегодня вообще суббота сейчас в районе 10 утра к тому же сегодня еще у нас и праздник 9 июля день независимости но обычно это пешеходная улица и обычно здесь людно вот но сегодня не знаю с утра может быть мы не встретим много людей но вообще город резистенция чем известен тем что его называют городом скульптур очень много здесь разных скульптур и примерно где-то 600 работ представлены в городе вот сейчас они нам будут попадаться разные еще этот город называют как бы музеем на свежем воздухе ну благодаря этим тем же самым скульптурам что можно спокойненько ходить по городу гулять и просматривать разные работы скульптур ну вот например такая скульптура одна из них вот здесь скульптура ну в общем на каждом перекрестке примерно нам будет попадаться по несколько скульптур давайте еще немножко туда пройдемся в самом городе резистенция проживает 300 тысяч жителей ну город резистенция один из самых молодых вообще таких ну как бы больших городов в аргентине он был основан в 1878 году так здесь тоже скульптуры маленькой девочки транкилида называют скульптура спокойствие почему так называется город резистенция потому что ну дословно если переводить получается сопротивление сопротивление почему потому что свое время когда европейцы сюда стали переселяться аборигены местные индейцы они доставляли множество хлопот то сделали как бы выпады стараясь оберегать свои земли ну в конце концов город так и назвали резистенция почему потому что европейцы но старались противостоять индейцам памятник человеку которому хочется спать ну и смотрите с правой стороны у меня знаменитый на весь город плаза 25 димашо но по непонятным для меня причинам она вот так вот перезагорожена но какая-то там реконструкция идет по всему периметру вот так она загорожена поэтому к сожалению мы туда попасть не сможем там погулять но как альтернатива потом мы пройдемся вместе с вами другой парк который называется парк 2 февраля но тоже интересное место в этом городе то есть более как бы современная скажем так а это центральная иглесия в городе резистенция ну попробуем сейчас зайти туда у них субботняя служба должна быть праздничная а 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 я иду по периметру плаза 25 димашо но с этой с левой стороны от меня вот это здание это дом культуры в городе резистенция ну и давайте заглянем вот в это место это все фотографии людей которые пропали свое время свое время по причине аргентинской диктатуре дом аргентинского кгб давайте влево посмотрим то есть в аргентине люди просто свое время исчезали пропадали без вести это музей мемория вердат и хустисия память правда и правосудие смотрите здесь комната пыток тартурос людей держали в заключении в подвалах карикатуры заключенным до время подкрепиться я заказал местных чипос ну это такие маленькие сырочки хлебные вот это типичный завтрак здесь в провинции Чако но в частности вот этот хлебушек из сыра сейчас я откушу вот смотрите сырный хлебушек ну и немножко частного сектора хотел вам показать дом пока шел такой интересный дом частный сектор а это перекресток Авенида Вильде и Санта-Фе но я направляюсь в парк 2 февраля по Авенида Вильде еще чем известен город резистенция так это своими аллеями вот посмотрите по центру улицы сама улица она как бы не такая широкая но за счет аллеи улица становится широкая и зеленая здесь вот на плазе расположился рынок субботний здесь люди торгуют овощами фруктами ну вот этот парк 3 февраля смотрите здесь шашлыки готовят осаду на этой стороне ну и там тоже ну а вот это сам парк 3 февраля даже не знаю что то он тоже огорожен вроде бы вот этот парк похоже здесь парк закрыт 3 февраля даже не знаю что творится в городе где люди отдыхают все зеленые зоны закрыты плаза Израиля шалом тоже на реконструкции звезда Давида еще немножко частного сектора в городе Резистенция цинистая улица город скульптур и город музей на свежем воздухе скульптура танго аргентина так ну и на этой улице я останавливался в хостеле хочу вам показать этот хостель немножко ну и сейчас зайдем вовнутрь я вам все покажу где я останавливался так а здесь лобби ресепшн зал ожидания это хостель вообще обычно здесь в лобби никого нету вся связь идет через ватсап у меня выезд до 12 часов здесь посмотрите здесь кухня в принципе у них здесь все есть чтобы готовить но я ничего не готовил остановился я в частной комнате то есть я там один но здесь есть также как бы по 6 человек рядом с моей комнаты вот здесь душевая туалет так ну это моя комната такая двухспальная кровать кресло ну здесь тумбочка окошко открывается ну и здесь такой дворик ну и все и все а и и и это